Добрый вечер. О событиях в крае и его столице вам расскажут корреспонденты информационной программы Наши Новости. Мы ее ведущие Евгения Даровская. И Кирилл Политов. Смотрите сегодня в программе. Живая история. Какие мировые тенденции будут оказывать влияние на развитие Алтайского края? Невероятный сценарий. Алтай Баскет смог прервать череду проигрышей в Суперлиге. Встреча с легендой. Чем удивил зрителей известный сын и музыкант? Наводнение в этом году может оказаться не меньшим по силе, чем в 2014. Во многом потому, что снег выпал рано на влажную землю, которая весной вряд ли быстро впитает талую воду. За счет этого может серьезно подняться уровень воды в реках. В администрации Барнаула сегодня определили даты больших общегородских противопаводковых учений, а также смотров техники. В проблемных районах, поселках Ильича и Затон, идет расчистка кровель домов от снега. На аппаратном совещании было заявлено о формировании аварийных бригад и создании пунктов эвакуации. Градоначальник Игорь Савинцев поручил начать берегоукрепительные работы, а также рассмотреть возможность пополнения парка плавсредств и добычи глины. Она нужна для отвода воды от жилых домов. Стихия есть стихия. Не всегда ее предугадаешь, что она может принести. Но минимизировать те последствия и те разрушения, которые ведут такие паводковые ситуации, мы с вами обязаны. Стоимость доллара в федеральном бюджете 2015 заложена на уровне 37 рублей. Сегодня Министерство финансов срочно верстает новый проект. Такая информация прозвучала на так называемом «Сибирском ДАВОСе» международной экономической конференции, которая прошла на Алтае в эти выходные. В числе экспертов были не только представители ведущих российских научных институтов, но даже члены Европарламента. Споры шли по двум ключевым темам, которые волнуют сегодня, пожалуй, большинство россиян. Это ситуация на Украине и экономический кризис в нашей стране. Подробнее Маргарита Белова. Резкие, жаркие дебаты иногда с переходом на личности. Таким был первый день работы экономического форума. И это неудивительно, ведь абсолютно все доклады так или иначе касались ситуации на Украине и ее причин. Тимофей Бордачев, один из экспертов конференции, сказал о том, что нынешнее напряжение между Россией и Западом предсказывали политологи еще много лет назад. Предпосылки к этому были, когда произошел грузинский конфликт. Бордачев уверен, перетягивание разделенной страны на ту или иную сторону не могло привести к мирному развитию событий. Европа тогда была спасена от войны. К сожалению, через пять лет мы вернулись в гораздо более трагическую ситуацию. Представители Германии, Европарламента, которые тоже участвовали в конференции, возлагают большие надежды на минские переговоры. Надеемся, что это прорыв ситуации, что огонь на Украине действительно прекратится, сказал представитель немецкого посольства Николаус Фитстум. Кстати, он весьма категорично высказался по поводу постава Германии оружия на Украину. Наш канцлер Меркл, она публично и ясно сказала, что Германия не готова поставить оружие, а мы не думаем, что это помогает исходить из эскалации. Сейчас самое главное, что нужно добиться, чтобы на Украине заморозить ситуацию, чтобы там был мир и прекратилась война. И те же немцы, которые здесь у нас на конференции, они уже говорят, что если война будет остановлена, они начнут отменять санкции. Может быть не сразу все, но поэтапно. И тогда вернется доверие к российской экономике и наша экономика задышит. Подробнее о состоянии российской экономики в своем выступлении говорил доктор экономических наук Евгений Гантмахер. По его мнению, прогнозы о провале действующей экономической модели начинают сбываться. Что касается основной для страны проблемы, снижение цен на нефть, о ней, а также о перспективе развития энергетики, рассказал Владимир Милов. По его словам, вариантов выхода из кризиса в нефтегазовом секторе немного. Если вы слышали вот эту всю дискуссию о новых месторождениях, о Восточной Сибири, о Дальневосточном шельфе, об Арктике, там всегда фигурирует такая тема, что там нужно обнулить просто все налоги, чтобы сделать это хотя бы минимально рентабельным. Что же касается Алтайского края и переориентации на Восток, то здесь эксперты были едины. Они посоветовали нашему региону не ждать строительства газопровода Алтай, не зацикливаться только на этом секторе экономики, а уже сегодня предлагать тому же Китаю свои ресурсы. Что касается ситуации в целом, то эксперты дали ряд вполне конкретных мер. Не накачивать банки дополнительными средствами, а перераспределить их в реальный сектор экономики, провести реформу здравоохранения, пенсионной системы, образования. Маргарита Белова, Александр Антропов. Наши новости. По поручению президента страны алтайские афганцы, общественники намерены усилить работу с молодежью. О необходимости исторического просвещения подрастающего поколения Владимир Путин говорил накануне на встрече с представителями российских ветеранских организаций. Символючно, что разговор состоялся в день 26-й годовщины вывода войск из Афганистана. О планах алтайских афганцев и о том, как они отмечали памятную дату, расскажет Алексей Янкин. 26 лет в Афганистане не гибнут русские солдаты. 26 лет в опаленную войной землю пуштунов и хазарейцев не призывают россиян. Вспомнить сослуживцев, не вернувшихся с той войны, 15 февраля к мемориалу пришли десятки алтайских воинов-интернационалистов. Александр Забедилин – один из них. Ему повезло. После двух лет в Афгане вернулся домой. Все то, что мы делали, оно не прошло бесследно. И память о них, о ребятах, которые остались там навечно, мы, конечно, будем помнить всегда. Они в наших сердцах. Лично я оставил там своего переводчика, с которым проработал 11 месяцев. По традиции в этот день президент Владимир Путин встретился с ветеранскими организациями страны. Наш край на встрече представлял председатель Краевого союза ветеранов Афганистана Юрий Богданов. По его словам, диалог прошел конструктивно. Путин поддержал идею разрешить прошедшим горячие точки учиться в вузах за счет бюджета. Одним из основных посылов, высказанных президентом, стал ориентир на более серьезную, масштабную и, главное, неформальную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Владимир Владимирович поручил ветеранам-афганцам как можно активнее участвовать в этом деле. Главная задача сегодня наша участвовать в воспитании ребятишек не за тем, чтобы качественно разобрать и собрать автомат. Нет. Для того, чтобы человек впитал истинное чувство патриотизма, истинное чувство любви к своей родине. В рамках поручения президента Краевой союз ветеранов Афганистана сейчас разрабатывает новую программу патриотического воспитания молодежи на 5 лет. Туда войдут выездные летние клубы, семинары, уроки мужества и многое другое. Юрий Богданов убежден, положительный результат есть, а будет еще больше. Ведь уже сейчас 80% призывников спецназа ВДВ составляют бойцы военно-патриотических клубов. Сквозь жернова афганской войны прошли почти 4000 алтайских солдат. 144 погибли, трое пропали без вести. Многим не было и 20. Митинг в Барнауле завершился возложением цветов к живому огню. Алексей Янкин, Алексей Фризин. Наши новости. Игорь Тальков приехал на Алтай. С единственным концертом в Барнауле выступил сын и полный тезка знаменитого рок-музыканта. В день концерта Тальков-младший успел погулять по центральным улицам города. Говорит, Барнаул понравился. Особенно запомнился памятник Виктору Цою. Кстати, фото у монумента тут же появилось в социальной сети. В финале путешествия Игорь Игоревич удивил всех умением играть на ударной установке. За нее он сел, едва переступив порог концертной площадки. Ну вот таким образом сын легендарного артиста решил согреться с дороги. Прогулка по Барнаулу получилась достаточно продолжительная. Тальков-младший не был готов к сибирской зиме. Как и подобает рок-герою, был одет в кожаную куртку. Перед тем, как приступить к игре, гостю пришлось попотеть. Старый ударный инструмент никак не поддавался украшению. Присутствующие, затаив дыхание, следили за игрой музыканта в непривычном амплуабе. Для зрителей он в первую очередь певец и гитарист. После импровизации нам удалось пообщаться с артистом. Говорили в том числе о его знаменитом отце, убийство которого до сих пор не раскрыто. Он мне снится, в общем-то. Мы с ним даже концерты совместные даем. Вот, во снах. В каком-то другом мире или в этом, может быть, ну просто. Вот. Я абсолютно знаю, что он не отдыхает. То есть его душа, она не ушла, как бы, высшие миры, про которые он сам пел. То есть он остался здесь и наблюдает. То есть его волнует. По крайней мере, пока я жив и, возможно, мой сын. Полную версию интервью смотрите в ближайших выпусках программы «Наше время». После вкуса от этого праздника останется надолго. Победители нашего редакционного конкурса на лучшее видеопризнание в любви отметили День Святого Валентина в ресторане «Аригато». Но поскольку в рестораны не ходят крайне редко, можно сказать, что их праздник уж точно удался. В рестораны семья Андрецовых ходит нечасто. У них маленький ребенок, сын Арсений. Именно благодаря ему видеопослание Александры набрало больше всех голосов. За первое место им достался замечательный приз – романтический ужин от генерального спонсора конкурса – ресторана японской еды «Аригато». Сертификат на 4000 рублей пришелся как нельзя кстати. Семейная пара говорит, этот день влюбленных мы будем вспоминать еще долго. Помимо уютной обстановки, отдельной зоны для ужина и прекрасного сервиса, победителей порадовали изысканной, традиционно вкусной едой. Пожалуй, такие роллы можно заказать только здесь. Единственная проблема, которая может возникнуть – проблема выбора. Меню настолько разнообразное, что хочется попробовать буквально все. Очень все вкусно, отличный ресторан, отлично уютное место. Мы очень рады, что так отметились в этот праздник. Я думаю, что это лучшее времяпрепровождение в этот день. Новости спорта. Хоккеисты Алтая достойно противостояли Тамбову в первый день, проиграв в дополнительное время 2-3. На следующий день команда Евгения Чернова разбита 3-7 и продолжает занимать фактически последнее место в РХЛ. Был овертайм и в баскетболе. Мощная история, которую лучше послушать и посмотреть сначала. АЛТАЙБАСКЕТ Алтайбаскет принимал Спартак из Владивостока, находясь в турнирном положении, хуже некуда. До этой игры наши четырежды терпели спортивное унижение. Это было еще и испытанием для нового тренера Владимира Трунова. Его назначили исполняющим обязанности главного, но и Чижов тоже продолжал стоять и управлять. А также не играет за Алтайбаскет Зайкин. Ушел в Самару, вместо него прибавился высокий Некрасов, отметившийся слэм-данком. Повиснуть на кольце ему удобнее всех с таким ростом. Четыре командных фола из пяти дозволенных хозяева заработали в первые три минуты. Сдержать Владивосток было очень сложно. Дебютная четверть закончилась атаками все же Барнаульцев и крутой трешкой Александрова с сиреной. Вторая серия началась с провальных атак Алтайбаскета. Никто не попадал по кольцу. Лишь к середине отрезка Николаев забросил аккуратненький трехочковый. Из запомнившихся эпизодов четверти удавшийся результативный пас не глядя защитника Спартака Клима Артамонова и воздушный нокдаун уже у нашего кольца Соловьев получил от Гладышева. Сложнейший проход получился у барнаульского литовца Лина Соликявичуса. Алтайбаскет впервые в игре вышел вперед 26-24. Впрочем, половина матча закончилась плюс 7 в пользу гостей, ведь они бомбили трешками. Во второй половине встречи пошел резкий, дерзкий баскетбол. Похоже, самих игроков начало возмущать, что они так мало забрасывают тем вечером. Наши тренеры продолжали выкрикивать. Ребята, разговаривайте друг с другом на площадке, чтобы сохранить высокий уровень понимания в защите. Сейчас началась дисциплина команды. Это самое главное, что игроки уже знают, что именно из них требуют. Лидером в наборе очков Алтайбаскета стал Василий Гладышев. Забросил все 12 своих штрафных и принес хозяевам 25 баллов. Дальние броски Пушкина и Лавникова позволили встрече перетечь в овертайм. А там наши не упустили победу в сложнейшем нервном матче с Владивостоком. В своей важной атаке гости схлопотали фол в нападении, что не могло не обрадовать публику и не разъярить гостей. Может, поэтому на пресс-конференцию тренер Красных не явился. Итоговый счет 85-82. Теперь, чтобы пробиться в плей-офф, нашим нужно выигрывать 10 матчей из оставшихся 11. И вот по какому рецепту они собираются действовать. Если мы будем вбивать себе в голову, что это невозможно, мы его точно не сделаем. Поэтому мы будем вбивать себе в голову, что из 11 матчей мы возьмем 12. И только так. В эти минуты Алтайбаскет пытается забрать победу и у команды Иркут. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем телефон редакции в Барнауле 659-129. В студии для вас работали Кирилл Политов и Евгений Одаровский. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин